К событиям, которые сегодня имеют место непосредственно на востоке нашей независимой Украины. Это действительно в таком отношении мы чувствуем вашу огромнейшую поддержку вот тем правильным и верным шагам украинской власти в целях того, чтобы наша страна была единой и неделимой. Я думаю, каждый нормальный человек нуждается в том, чтобы и его дети, и его близкие, и он сам жил той жизнью, которую он хочет иметь, а не той, которую ему принесут извне. Скажите, пожалуйста, вы можете описать, что уже сделано в рамках антитеррористической операции? Вы знаете, ну, скажем так, это затрагивается несколько такой достаточно профессионально компетентный вопрос. Поэтому, знаете, я могу высказаться, может быть, более так округленно, что все те силы и средства, все те люди, которые сегодня причастны к этой очень сложной, но я уверен, благодарной работе, потому что эта работа направлена исключительно только на добро. Она направлена на то, чтобы в нашей стране был мир, было спокойствие, для того, чтобы наши дети могли в своей жизни выбирать все то, что они хотят, чтобы они нас всегда улыбались, чтобы они нас были счастливы. А что для нас, родителей, может быть лучше? Правда ли, да? Особенно, я говорю, смотря на вас, говорю, вы же ведь мамы. Знаете, действительно осуществляется много таких мероприятий, которые способствуют все-таки определенной дестабилизации. А, Сань, значит, стабилизации. Давайте еще раз сначала. А что, а как сначала? Фразу сначала произнесите телевизору, надо будет. А, понятно, да? По крайней мере, делается все то, что ведет к стабилизации ситуации, к спокойствию граждан. Ну, опять-таки, ну, что может быть еще важнее? Поэтому мы в своих методах, в своих способах и формах работы, конечно же, исповедуем только силу права. Но не право на силу. Хотя, тот противник, который сегодня есть у нашего государства, к сожалению, пользуется очень жесткими мерами. Вы знаете, недавно в Славянском, в одном из блокпостов, была расстреляна группа спецназа, Куринской Альфы. И, вы понимаете, сам прецедент того, что спецназовец, в данном случае, главного разведывания управления Российской Федерации, вот поднимает руку на такого же своего коллегу, который, так же, как и он, выполняет волю своего политического руководства, который служит своему народу, и они служат своему народу, потому что присягу ему дают. Ну, и, естественно, и украинские сотрудники спецслужб. Но, пока вот такие реалии жизни, с к сожалению. Василий Васильевич, испытываете ли серьезное сопротивление сбоку? Сбоку? Сбоку тех людей, которые пытаются... Оппонентов. Да, конечно же. Вы знаете, я уже сегодня, ну так получилось, попал под камеры журналистикой и уже сказал о том, что мы действительно имеем с очень серьезным, очень квалифицированным, очень профессиональным оппонентом. И, ну что, к сожалению, нужно, как бы, тем не менее, подчеркивать, что действуйте недостаточно профессионально. Надо отдать должное, хороший уровень подготовки, знания, тактики. Ну, практика достаточно высокая. Эти люди уже бывали во многих горячих точках и мира, и своей территории. Поэтому, конечно, это все непросто. Скажите, пожалуйста, кроме того, что удалось освободить сегодня аэродром в Краматорске, есть еще какие-то вещи, о которых вы можете сказать, которые уже сделаны? Вы знаете, ну, во-первых, я должен сказать, что антитеррористическая операция по своему замыслу и по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины объявлена только в 2019-м. Понимаете, для того, чтобы подготовиться вот к таким ширкомасштабным мероприятиям, требуется время и все остальное. Но, тем не менее, результаты есть. Почему? Потому что за этими результатами стоят, даже я скажу, не спецназ. Вот стоят простые, нормальные ребята, патриоты Украины, настоящие офицеры. Вот я хочу вам представить одного офицера. Он командир части нашей, вот здесь части. Я сам волею судьбы сегодня только с ним познакомился. Это те, которые первые столкнулись вот с огневым контактом вот тех людей, о которых мы говорили. Я думаю, что Виталий об этом скажет, наверное, лучше. Поэтому послушайте, пожалуйста, командира. Представьте, Виталий. Виталий Пилипенко, командир местной воинской части. Значит, что хочу сказать. Для того, чтобы, скажем, стабилизировать в нас, наше положение, я сам с Восточной Украины, и мне тоже не безразлична ситуация, которая сейчас сложилась. Потому что вот эти все структуры сепаратистские, которые стараются дестабилизировать ситуацию, не только среди мирных жителей, но и пытаются захватить и воинской части. Что произошло сегодня, допустим, с нашей воинской частью. Пытался вести с ними переговоры. Значит, в них четкий ультиматум. Или же вы складываете оружие и уходите, или же вы принимаете нашу сторону. Присягу принимают один раз. Я присягал народу Украины. Значит, и предупреждал этих людей, что если они попытаются зайти на территорию аэродрома, это является территорией Министерства обороны, охраняемой территорией, я буду применять оружие согласно уставу внутренней службы вооруженных сил Украины. Ну, они подумали, что, скажем так, может быть, испугаемся, может быть, психологически хотели нас захватить. Можно сказать, скажем так. Ну, мои ребята четко исполнили свой долг гражданский, четко сработали в этом вопросе. И благодаря именно тому, что сейчас в этих регионах проводится вот эта антитеррессическая акция, поспели спецподразделения силовых структур. И удалось именно из-за, скажем так, из-за этого, удалось нам сохранить аэродром в своих руках, под своим контролем, не допустить захвата оружия. И так вот мы сейчас пока удерживаем эту позицию. Спасибо. А еда, вода? Ну, у нас, как и все подразделения Министерства обороны, скажем так, от перебоя с поставками плодовольствия у нас нет. По крайней мере, чаем и хлеб с маслом сегодня нас покормили. Вспомнил свою срочную службу в армии, побывал в солдатской столовой. Все прекрасно. Скажите, пожалуйста, все-таки операция антитеррористическая, сколько здесь вы, может, проводили оценку именно террористов, а не людей, которые, ну, как вы... Знаете, вот я назову буквально две цифры, те, которые дает оперативное подразделение специальных служб Украины. Позавчера 150 человек было, тех, которых называют зелеными человечками. Вчера добавилось 300 таких. Я не говорю, а сколько было до этого времени. Ну, вот приблизительно такие цифры. Как будет завтра, ну, жизнь покажет. А где расположены эти зеленые черты? Здесь, на территории Донецкой области. Как они сюда попадают? Все-таки граница перекрыта и... Вы знаете, для профессионала пройти границу, это все равно, что нам, знаете, в детстве в кино сходить. Поэтому, что-то мы будем обсуждать. Мы же не собрались для того, чтобы обсуждать технологии того, как проникает на территорию государства, которым они заинтересованы. Есть какие-то жертвы в результате антитеррористической операции со стороны военнослужащих, со стороны мирного населения, со стороны зеленых человечков? Кто-то, кроме того, что мы знаем, что были ранены люди одинаковые человек? Вы знаете, со стороны украинских военнослужащих, это действительно уже многие потери. Со стороны же действий нашей власти, наших подразделений нет ни единого. И мы совершенно не ставим целью проводить операции просто для того, чтобы или отомстить, или вот что-то сделать такое, которое должно потрясти физически этих людей. Мы проводим исключительно точные, четко сфокусированные и такие, которые не направлены ни на лишение здоровья людей, ни на тем более их жизнь. Это действительно чрезвычайно сложно сделать, потому что, знаете, когда вы зажаты рамками не только юридического права и законодательства, а рамки понимания тобою твоего долга, а главное твоей совести, то это чрезвычайно сложно делать. И мы избрали такой путь, и будем делать все возможное и невозможное, чтобы именно вот такими методами все-таки сдерживать эту агрессию. Все, прилетел. Возможно, это страшный дым. Все, пошли, хватит. Продолжение следует...